На портал «Эксгет» поступил вопрос. Близкий человек постоянно лжёт. Иногда даже не могу найти логическое объяснение той или иной лжи. Что делать? Больной человек. Духовно больной человек. Некоторые люди для самореализации, для самоуважения и уважения стороны ближних начинают придумывать. Но если у детей это какое-то оправдание, фантазируют, что потеряли ощущение, что это нереально, то у взрослых это уже какая-то на грани психопатии. Я когда был студентом, смотрел фильм немецкий в рамках кинофестиваля, ещё это было в 70-е годы, там одна женщина писала дневник. И настолько у неё было всё плохо в семейной жизни и так далее и тому подобное. Настолько она зафантазировалась в этом дневнике, что когда уже у неё совсем всё плохо, и муж её там бросил, и её сын вырос и привёл к себе девушку, то она, насколько я помню, эта девушка сказала, знаете, моего сына, ту девушку уже есть из дневника. То есть у неё уже какая-то патология пошла. Вот это, конечно, крайность уже, психопатия так называемая. Но человек может действительно лгать, лгать, лгать. Даже иногда совершенно кажется не ради денег, каких-то таких ему что-то было объяснить. А, знаете, надо человеку даже, когда он остановит свой грех, он лжёт, а уже остановиться не может, может уже страсть, уже навык. Это как пить, бросьте. Аркогольником стать достаточно просто, пей почаще и станешь. А вот бросьте пить, это уже проблема. Так, с любым грехом. Человек, если это ваш близкий человек, допустим, родственник какой-то близкий, муж, жена, ребёнок, взрослый, ещё кто-то, он поможет, надо молиться за него. Господь попытается ему объяснить, что лгать – это плохо. Может, это зло. Поэтому поставить такие ситуации, когда он сложёт, ему это станет очень плохо. И он поймёт по обратной связи, что лгать – это плохо. Если маленькие дети, они нам лгут, мы их там наказываем как-то адекватно, и они понимают, что лгать – это нехорошо, то тут нас будет наказывать яснебесный. Ну, наказывать, конечно, не так, как папа с мамой. Просто попускаем у тебя ситуацию, в которой ему как-то объяснят то, что это нехорошо. Это с любым грехом, в том числе с ложью. Поэтому надо иметь некое снисхождение. Это возможно, конечно, по ситуации. В любом случае не злиться и за человека молиться. И жалеть его, потому что он… Мы же людей с психопатией, шизофреников, какие-то другие заболевания, мы же их жалеем. Не сейчас человек, он так вот заболевание, он так неадекватно себя ведёт, но что делать? Вот так и грешник должен относиться, и к такому человеку-лжецу по жизни, должен относиться как к человеку больному, да духовно больному. Пусть не психологически, не психиатрически, но духовно больному. И за него молиться, пытаться его через молитву. И может даже разговоры, может как-то показывать, что ты сейчас говоришь неправду, всё-таки привести её к покаянию. Но пока он сам не захочет, конечно, не придёт. Но Бог может ему это показать. У него возможностей много. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.